На брифинге, организованном в Бюро коммуникации правительства, обсуждалась тема цены перехода на евро и защиты прав потребителей. При переходе Эстонии на евро многих граждан страны волнует вопрос соглашения под названием «Честное ценообразование», а также то, насколько оно популярно среди крупнейших предприятий страны. В частности, это не только сигнал предпринимателям, но это большинство из этой компании, это есть сигнал потребителям, что те продавцы, которые с нами связывались, что они не поднимают цен при переходе на евро. И к сегодняшнему дню уже более... Вчера вечера 305, и сегодня даже не смотрел, сколько там уже предприятий или юридических лиц присоединились, и эта компания продолжается до конца июня месяца следующего года, это значит до того, когда кончивается указание цен в двух значениях или в двух валютах. На брифинге рассматривалась деятельность и цели Департамента защиты прав потребителей при присоединении Эстонии к еврозоне. Среди прочего были представлены результаты выполнения требований об указании цен в двух валютах. Мы находимся в сфере управления Министерством экономики и коммуникации, и нашей задачей является осуществление надзора за потребительским рынком. В июле и август контролировали более 1500 мест, и в июле было нарушение где-то 51% в августе, немножко меньше, 43%, и сегодня я звонила и спрашивала, можно ли какие-то номера на сентябрь тоже, то сентябрь уже два недели 30%. Так что можно говорить о некотором улучшении ситуации.